Немецкие корни, французское сердце и стойкость настоящего морского волка. В Калининградской области отмечают юбилей Балтийского маяка. Самый западный в России и один из старейших. Он уже 200 лет показывает кораблям безопасный путь к берегу. Алена Германова подробнее. На берегу Вислинского залива возвышается 33-метровый объект, над которым трудился один из самых известных архитекторов 19 века. Мастер романтического историзма в немецком зодчестве. Творение Карла Шинкеля. Первое, что видит военный корабль или гражданское судно, заходящее в порт. Свет Балтийского маяка впервые зажегся ровно 200 лет назад, когда немецкий пилау, так раньше назывался Балтийск, покидали войска Наполеона. Тогда путь, отступающим по льду французам, освещал лишь один фитиль, горящий на растительном масле. Электричество здесь появилось столетия спустя. Тогда же постоянный огонь был заменен на мерцающий, а в сердце маяка установили сложную линзу Фринеля, свет от которой виден на расстоянии 16 морских миль. Это почти 30 километров. А в годы Великой Отечественной войны маяк был ориентиром и для советских летчиков, штурмовавших пилау, и для самих немцев. Видимо, потому он и уцелел, несмотря на участь, что ему была уготована. Была заложена взрывчатка в основании маяка, но немцы не успели его взорвать, наверное, или надеялись вернуться, потому что они их сюда прижали, они грузились на транспорты и уходили в Германию. И маяк им был нужен до последнего. Следы пуль на линзе он разглядывал еще в детстве. После войны его отец был тоже начальником маяка. Валерий Безуглов с гордостью называет себя потомственным смотрителем. 122 ступени башни он преодолевает порой по 4 раза в день, чтобы отсюда в бинокль видеть всю гавань. За огнями 20 навигационных буев тоже следит смотритель маяка. Они указывают, где нужно повернуть, где мель, а где можно встать. Маяк позволяет с высокой точностью обеспечить заход в порты судов и кораблей. По его задаче не может выполнить ни одно техническое средство современное. Здесь работают посменно 6 человек. Практически каждый больше 20 лет. За годы маячной службы не коллектив, а почти семья. Да и позывную маяка всем на зависть. Чердак я зависть, как меня слышите? Прием. Я проверила огоньки. Все огоньки горят. Сообщение дежурные. Значит, что в веренной им акватории все спокойно. И с известными всем морякам сигналами маяка 3 секунды темноты, 9 секунд света никто с пути не собьется. Алена Германова, Андрей Брокос, Андрей Семенов. Первый канал. Балтийск. Калининградская область. Калининградская область.